Уважаемые поборники здорового образа жизни и их противники, считается, что одна из самых вредных привычек в современном обществе табакокурения и большой спорт несовместимы. По факту так и есть, и Гол 24 предупреждает об опасности курения. Но история знает случаи, когда отдельные уникумы умудрялись играть в футбол на топ-уровне, позволяя себе дымить от случая к случаю. Мы представляем символическую сборную курильщиков. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Вратарь. Лев Яшин. Лучший галкипер 20 века по версии FIFA. Чемпион Европы. Олимпийский чемпион. Пятикратный чемпион СССР и единственный вратарь, обладатель золотого мяча в истории Лев Яшин. Открывает нашу сборную курильщиков. Помимо невероятных футбольных достижений, Черный Паук запомнился своим пристрастием к сигаретам. И даже мог себе позволить покурить в перерыве матча. Пожалуй, он действительно имел моральное право дымить в открытую, так как к его игре практически никогда не было претензий. А его сейвы заставляли замирать от восторга миллионы любителей игры. К сожалению, в последние годы у Яшина были проблемы с ногами, которые врачи связывали с его пагубной привычкой. Левый защитник. Эшли Коул. Трехкратный чемпион Англии. Бывший игрок Арсенала. Челси и Роме. После завершения карьеры известный футболист признался в том, что теперь может спокойно отдохнуть от жизни звезды футбола и пропустить бокал вина, а после насладиться сигареткой. Правда, по его словам, в Италии с этим было проще, чем в Англии. Мол, к курению там относятся гораздо критичнее. Прикурить сигарету на улицах Лондона было затруднительно. А все из-за папарацци, которые не раз ловили Эшли с поличным. Центральный защитник. Жереми Матье. Бывший игрок Барселоны и сборной Франции, ныне выступающий за португальский спортинг. Центрбек открыто признался, что может себе позволить сигарету-другую. Я не первый и не последний футболист, который дымит. Но я не злоупотребляю этим, я курю, когда захочу. Это личный выбор каждого человека. Значимо то, что происходит на поле, и люди забывают об этом, когда я выхожу играть. Хочу принести пользу команде, это важнее индивидуальных целей. Заявил как-то француз. Кто знает, может быть в этой риторике Матье и кроется причина не слишком удачных выступлений, а позже и ухода из стана единственного суперклуба в карьере француза. Центральный защитник. Жерар Пике. Трехкратный победитель Лиги чемпионов, восьмикратный чемпион Испании, чемпион мира и Европы, и, наконец, просто любящий муж прекрасной Шакиры, Жерар Пике. Оказывается, легендарный столб обороны Красной Фурии был замечен в курении. Однажды папарацци подкараулили защитника Барселоны с сигаретой во время отдыха на пляже. И это не единственный и далеко не самый яркий эпизод, связывающий Пике и пагубную привычку современного мира. В 2018 году игрок национальной сборной принял участие в рекламе солнечных очков с сигаретой в арту. В съемках принимала участие Карал Симонович, жена Серхи Роберто. Она опубликовала видеоролик, который многие в Испании потом осудили. Сам игрок никак не комментировал свое отношение к табачному бизнесу. Правый защитник. Фабио Каентрау. Еще в 2012 году он был основным футболистом сборной Португалии и Мадридского Реала, но через пару лет от звездного статуса не осталось и следа. Виной всему в том числе и проделки лихих папарацци, которые однажды поймали игрока с сигаретой в зубах. Я отмечал день рождения и то, что оказался сигаретой случайность. Очень разочарован тем, что было написано про меня в прессе. Оправдывался Каентрау, которого из-за этой выходки отстранили от тренировок Сосновой Реала. И это при том, что ту команду сливочных тренировал Жазе Мауринью, соотечественник Фабио. Бей своих, чтоб чужие боялись. Дисциплина для особенного превыше всего. Полузащита. Джек Уилшер. Футболист Весхама 10 лет назад считался одним из самых одаренных английских полузащитников, но свой потенциал реализовать не смог. Мешали Уилшеру не только частые травмы, но и любовь к веселому времяпрепровождению. На различных фотографиях Джек неоднократно был запечатлен с зажженной сигаретой. Это расстраивало Арсена Венгера, и наставник лично проводил беседы со своим подопечным, когда оба еще были в арсенале. Коуч пытался защитить своего игрока от СМИ, говоря, что пара фото дымящего Джека Уилшера вовсе не доказательство его проблем с этой вредной привычкой. Марко Вератти Чемпион Франции, центральный хаффбек сборной Италии, почти так же, как и Уилшер, пока не может в полной мере раскрыть свой талант. Нередко одаренного игрока подводят собственный организм и поговаривают, что периодические проблемы со здоровьем — это следствие образа жизни Марко. В сети неоднократно мелькали фотографии плеймейкера с сигаретой, что только усложняло взаимоотношения Верати с тренерами ПСЖ. Бывший наставник парижан Унаи Эмери даже усаживал Марко на банку в наказание за курение. Но методы испанца не очень-то срабатывали. Полузащитника продолжают фотографировать с папиросой в руках или зубах. Йохан Кройф Трехкратный обладатель золотого мяча и легенда голландского футбола, уже в 16 лет, играя за молодежку Аякса, дайком ото всех курил после тренировок. На удивление, это увлечение развивалось вместе с его футбольными способностями. Даже будучи игроком Барселоны, Йохан не отказался от вредной привычки. Известно, что в своей дебютной игре за Барсу голландец закурил уже в перерыве, выйдя в по трибунку. А после матча повторил ритуал, но уже в душевой. В итоге это стало традицией. В бытность футболистам он выкуривал минимум 20 сигарет в день. Привычка перекочевала с ним и на тренерскую скамейку в те времена, когда наставникам команд еще можно было дымить прямо на бровке. Позднее Кройф завязал и очень сильно сожалел о том, что когда-то начал курить. Футбол дал мне все, сигареты почти все отняли. Признавался легендарный игрок в рекламе, где он по сценарию чеканит пачку сигарет. Валерий Карпин Чемпион России, вице-чемпион Испании, экс-капитан российской сборной и бывший тренер Спартака, курильщик с большим стажем. Но это не помешало ему здорово играть. Настолько крепкого, выносливого, работоспособного и вместе с тем умного футболиста нужно было еще поискать. При этом Карпин признается, что хоть и был подвержен вредной привычке с ранних лет, но все же по сей день старается себя вне ограничивать. Так Валерий Георгиевич поставил себе лимит. Не больше шести-семи сигарет в день. Столько же было и во времена его игровой карьеры. Левый нападающий – Неймар Итальянское издание «Ла газета Делла Спорт» еще несколько лет назад опубликовало компроментирующие фотографии нападающего сборной Бразилии с сигаретой на балконе. Случилось это в начале его выступления за Барселону. Как сообщают СМИ, спортсмен принимал участие в съемках рекламного ролика. И в один из перерывов ловким папарацци удалось сфотографировать звезду футбола, дымящего, словно школьник за гаражами. Доподлинно неизвестно, курит ли Неймар постоянно, или же это баловство. Ведь сам футболист никак не комментировал скандальные фотографии. Правый нападающий – Уэйн Руни Чемпиона Англии, победителя Лиги чемпионов и бывшего капитана Манчестера Юнайтед не раз ловились сигаретой. То он возле ночного клуба дымит, то прямо в бассейне. Судя по всему, даже великий и самый авторитетный тренер в истории Красных Дьяволов Алекс Фергюсон не мог ничего поделать с вредным увлечением форварда. Но нельзя сказать, что сигареты как-то повлияли на карьеру Руни. Уэйн оказался сильнее этого. Нападающему неоднократно удавалось в одиночку вытаскивать самые важные матчи, параллельно собирая личные и командные титулы. И по итогу сделать себе выдающуюся карьеру. А вот он совершенно не стыдится пагубной привычке. Победитель Лиги Европы из Челси и действующий тренер Ювентуса. Его часто замечают сигареты, да и сам специалист не стесняется признавать, что дымит неприлично много. «Я выкуриваю 60 сигарет в день», — признается Коуч. «Согласен, возможно, это многовато. Во время игры я переключаю внимание и забываю о сигаретах и не чувствую в них нужды. Но после матчей мне это действительно необходимо». Итальянские журналисты даже подсчитали, сколько специалист тратит на табачную продукцию. По их данным он выкладывает около 1600 евро в месяц, что примерно равно 120 тысячам рублей. Оказывается, это не только вредно, но еще и очень дорого. Запасные Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.